привет меня зовут артур мы продолжаем проходить skyrim мы пришли к цели нашего квеста и тут нам нужно найти подъем наверх в основном мелкие кражи к монастырю седоборогов это местный шоулин я так понял нам нужно он по-моему начинается подъем предыдущей серии мы встретились с кровавым драконом который к сожалению запилить не смогли банально причине того что он улетал все время от нас я не уверен правда что если он спустился мы смогли бы с ним что-то сделать кроме того мы встретили привидение под названием мать дымок которая была гораздо сильнее нас но в виду ее тупости мы смогли так подожди медведь так охренеть 6 такое так я испугался да вот это туша так ладно нам нужно подлечиться я надеюсь тут один такой страшный так 7000 ступеней говорить хорошо какая панорама да офигенно баран уйди не мешайся мне вот здесь встретить дракона это будет полный ожог тут хрен от него куда спрячешься извиняюсь за выражение а он зато может кружить над тобой в любую сторону и кто один берегись волков если отправишься на высоких ротках да я уже медведи встречал вообще-то те довелось услышать как всегда бороды позвали до вакина да воистину странно когда монахи такую делу интересно что это значит что ты здесь делаешь мне нравится тут наверху идти по ступеньям рассматривать символы размышлять да и поохотиться заодно не повредит понятно подъем нам предстоит судя по всему офигенно большой длинный путь да уж это что за ледяное привидение но вот и вот вас не надо только я помню но там конечно были маленькие другие но вот так ты посмотри опасная тварь так сохранимся и погнали что два раза подряд меч засунул можно шить с тобой себе еще одна интересно и со скрытностью можно где-то убить нормально вот раз все было гораздо легче а сенсор динал привидения так я взял штука нам пригодится как бы с кровавым драконом драться а я не сомневаюсь что мы с ним еще не раз схлестнемся по этой игре ну да морозно кто там баран ну баран то ладно юные души людей были сильны в старые времена они не страшились войны с драконами и голосами но дракон крикнул разбивали их сердца офигенно не будем подношения воровать до такого уж опускаться не будем я думаю так смотри куда мы уже забрались путь вперед еще судя по всему не близкий так правильно ну вроде правильно так так сохранились учебные подношения братья тебе не холодно берегись волков если отправишься на высоких родах да кто-то просто паломница и хватит этого если ты не против не против кин вызвала к портурд максу который пожалел людей вместе они научили людей использовать голос закипела война драконов дракон против языка обалдеть дичь ничего поднимаемся пока что все ровно конечно сначала мы встретили медведя который был грозным соперником и сожрал пару наших зелий в смысле и сожрал то он не сам а нам пришлось скушать что это что это кто такой явно не миролюбивый тихо не бесись тихо плохом состоянии нет получи так давай быстрее зелья похоже все таки вот так это делается ледяной тролль первый раз такого вижу и я думаю если бы не моя скрытность которым не хорошо прокачано он бы мне доставил проблем надеюсь он один будет такой а люди победили криком изгнав алдуин из этого мира всем доказали что их голос не слабее но жертвой была велика на чем не сюда идти да похоже что какая-то надо сказать пересеченная местность как бы не сбалдиться тут были далеко подниматься показал что там здание торчит так тихо оказалось оказалось показалось кричащие языки не следить им небо победы основали первую империю мечом и голосом покуда драконы ушли из этого мира теперь драконы вернулись несмотря на что ох метет башка наверно стынь я не норд у которого 50 процентная защита холода я нижний нижний лесной эльф так подожди от красной горы языки ушли посрамленными юрген призыватель ветра начал свою семилетнюю медитацию чтобы понять как могучие голоса могли проиграть кому вы проиграли я не все таблички читаю поэтому наверняка что потеряю да на лошади тут делать нечего только пешком юрген призыватель ветра изобрел молчание вернулся 17 пор щиков не смогли его перекричать бюрген спокойно выстроил свой дом оглотки мир вот свеча блин я уже запарился идти сколько тут блин какая дорога длинная вот че-то вижу неужто мы пришли как монастырь вот давайте почитаем гадая молчали седоборода и произнесли лишь одно имя тайбер септима еще юношу призвали они в хродгар благословили его нарекли до вакином до вакином вернее кстати говоря недавно читал новости в америке какие-то безумные родители назвали своего сына родившегося одиннадцать одиннадцать одиннадцатого до вакина прикиньте самому не повезло да хотя в принципе это по-моему лучше чем дозра перма голос есть служение следуя внутренним пути говори когда лишь молчать нельзя лишь когда молчать нельзя ну пони сундук это подношение похоже храма давайте положим туда цветочек так вот мы пришли высоких родга наконец-то посмотрим что нам заготовили тут местные монахи почему они захотели с нами пообщаться так на переломе о и появляется на вакин я здесь по вашему зову мы должны проверить Правда ли у тебя есть дар? Покажи нам, что можешь, Далакин. Дай нам услышать твой голос. Держалась на силу. Лови. Далакин, это ты. Добро пожаловать на высокий Кротгар. Я мастер Арнгейр. Я говорю от имени Седобородых. Теперь скажи мне, Далакин, почему ты здесь? Я здесь по твоему зубу, мастер. Мы рады приветствовать тебя на высоком Кротгаре, Далакин. Мы приложим все силы, чтобы научить тебя использовать свой дар и выполнить то, что назначено тебе судьбой. А что у меня за судьба? Твоя судьба со временем откроется тебе. Мы можем показать тебе путь, но не конечную цель. Я хочу учиться. Ты воистину, Далакин. У тебя есть врожденный дар. Но хватит ли тебе воли и характера, чтобы пройти по пути, который перед тобой открывается? Это еще предстоит увидеть. Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в туум, то есть крик. А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться. Когда ты используешь крик, ты говоришь на языке драконов. Кровь дракона дает тебе врожденную способность изучать слова силы. Все крики состоят из трех слов силы. Каждый раз, когда ты овладеваешь словом, твой крик становится сильнее. Мастер Эйнард научит тебя Ро второму слову в безжалостной силе. Ро означает равновесие на языке драконов. Соедини его со словом «хус» силой, чтобы еще больше отточить свой туум. Ух ты. Равновесие. Равновесие. Нужно постичь его смысл постоянными упражнениями Именно так мы изучали крики Ты же, Давакин, можешь напрямую поглощать силу и знания сраженных драконов При посвящении мастер Эйнард позволит тебе почерпнуть его знания Ро Молодцы Так, крики Понятно, это оно и есть, по-моему? На ком продемонстрировать? Эй, врагов своей безжалостной силой! Когда они приблизятся Чем дольше, а вот, мы несколько раз говорили, что Держать кнопку подольше надо Отлично Оказывается, я только сейчас могу подольше держать и в результате усилия Да, это круто Не зря пришел Еще Ты быстро учишься Еще раз Уже 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 Крики следующее испытание мы проведем во дворе ступай за мастером баре баре потом баре на баре у нас медленно ходит бурька никуда не спешит как гритс кто понял жизнь тот не спешит голоса блин крутой обряд посвящения одежда у них не нравится конечно к моему персонажу она не подошла теперь посмотрим как ты освоишь совсем новый крик мастер баре научит тебя слову что означает сперва нужно услышать как звучит слово внутри тебя лишь потом вложить его лично он уже научил шикарно так теперь нам нужно ему было овладеть и так понимаю он уже открыт сам по себе так как его стремительный рывок мастер бульфгар покажет тебе стремительный рывок потом будет твоя очередь мастер баре мастер баре чтобы успеть пройти через них пока они не закрылись ну ладно понял попробуем чуть я не снес вульфга разве не офигенно ну как высоту она делается нет так сейчас восполнится куда я улетел я не высоту явно полетел ладно хоть по горизонтали уже хорошо спасибо что теперь теперь тебе предстоит да будь рок юргена призывателя ветра нашего основателя из его гробницы в древнем пустынгреве не сходи с пути голоса и ты возвратишься ладно новое достижение почему драконы возвращаются это как-то связано со мной нет сомнений появление дракона рожденного до вагина в этот час не случайно очевидно твоя судьба связана с возвращением дракона тебе нужно сосредоточиться на совершенствование своего голоса и вскоре твой путь станет ясен спасибо мастер я буду учиться дальше хорошо тогда тебе не нужно будет страшиться будущего что значит быть дракона рожденным драконы от рождения умеют направлять свой голос драконы также могут впитывать силу сраженных братьев немногие смертные рождаются с похожими способностями до сих пор не смолкают споры о том дар это или проклятие то что тебе удалось постичь за несколько дней у самых одаренных из нас заняло годы многие верят что дракона рожденных посылают в мир боги в час великой нужды об этом мы поговорим когда ты подготовишься хорошо кто такой юрген призыватель ветра и твой главный он был великим военачальником древних нордов мастером голоса или языком после катастрофы на красной горе когда была уничтожена армия нордов он много лет пытался вникнуть в глубину силы этого ужасного движения что там бори а вы же не разговариваете да так ну что у нас задание по сюжетному квесту добыть рок юргена призывателя ветра это по моему не очень близко да не очень прям скажем но тем не менее нас в будущем ждет похоже довольно таки увлекательное путешествие мы пойдем в этот раз я думаю откуда нибудь вот отсюда вот так вот сейчас же нам нужно покинуть эту обитель магов это не магов как крикунов что ли назвать даже не знаю как назвать в целом храм у них конечно просто шикарный очень крутой плане архитектуры но нам нужно выходить погостили и хватит как говорится хорошо новое путешествие нас ждет я думаю на этом мы завершим эту серию следующую начнем внизу у подножия горы чтобы не утомлять вас еще раз долгим долгим спуском вниз в то время как я стараюсь не пользоваться быстрыми перемещениями я хочу сказать что у меня на лице какая-то сыпь что ли я неужто чем то болен давайте посмотрим магии активные эффекты да вроде нет все нормально так что это значит у меня просто на морде угри в детстве давил ну ладно с вами был артур всего хорошего пока 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 у меня а ну и а и и и Субтитры подогнал «Симон»